11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Николай Голиков и Анна Лапшина. Доброе утро всем. Доброе утро. Сегодня пятница. Мы, как обычно, работаем два часа. Как обычно, после 12 часов культпоход. Это значит интересные гости с анонсом интересных событий и розыгрыш призов. То есть готовьтесь. 201.101. Телефон нашего прямого эфира. Мы вопросы приготовили. Готовьте ваши ответы. Так. Ну а в первом части мы, конечно же, обсуждаем итоги вчерашнего голосования по поправкам в Конституцию. Напоминаю нашим слушателям, что законодательное собрание нашего региона поправки утвердило. Ну, скажем так, вряд ли утвердило. Скорее согласилось. Согласилось. Согласовало. Хорошо. Утверждать будет Владимир Владимирович Путин эти поправки. Хорошо. Подождите. Я была уверена, что утверждать их будут жители России. 22 апреля нет? Понимаешь, вот этот формат под названием опрос или как у нас там происходит... Мы до сих пор не знаем, как это будет называться. Не знаю, что это такое. Это некая неконституционная вещь. То есть сказать, что она что-то может утвердить или что-то опровергнуть, я не уверен. То есть это фикция? Ну, на мой взгляд, да. Потому что если есть референдум, решение референдума приобретает силу закона в соответствии с действующей конституцией. А это не референдум? А это некий опрос или что, не знаю, там, голосование некое всеобщее, которое ничем не регламентировано. И что значит решение этого голосования, это уж пока не очень понимаю. Ну, мы, собственно говоря, сегодня в течение программы попробуем все-таки выяснить, что будет происходить 22 апреля в Кировской области и в целом по России. Мы сейчас будем связываться с представителями наших парламентских фракций, представителями всех четырех политических сил в нашем законодательном собрании. Напомню, да, 45 депутатов ЗАГС собрания накануне проголосовали за. Они высказались в поддержку поправок в Конституцию. Четыре депутата, это депутаты от фракции КПРФ, высказались против. И это, кстати говоря, достаточно, ну, редкий, наверное, для России случай, потому что вчера подсчитали наши коллеги из федеральных изданий, всего 65 депутатов из всех... Из трех тысяч восьмиста сорока восьми. Да, почти из всех парламентов России, кроме четырех, которые голосуют сегодня, проголосовали против. То есть всего 65 человек на всю страну нашлось, которые проголосовали против. Были люди, воздержавшиеся, 321 депутат, это в целом по стране, и еще четыре десятка не голосовали. У нас на связи сейчас, если я верно понимаю, Владимир Костин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР. Владимир Александрович... Все верно. Да, да. Владимир Александрович, добрый день. Да. Добрый день. Вы голосовали за, вы голосовали, ваша фракция, в поддержку этих изменений. Да. Я так понимаю, что решение, наверное, ну, как-то обсуждалось, еще что-то было, но вот в итоге решение было таким. Есть ли те моменты, которые вы можете отметить как положительные, ну, вот в тех изменениях, которые вносятся? Я бы не здесь поискал положительные моменты, а положительные моменты в реакции людей. Поправки живо обсуждаются. И даже те люди, которые были раньше, они не особо посвящены вопросы, которые прописаны в Конституции. Сейчас, во-первых, Конституцию изучают, во-вторых, формируют свое мнение. Я считаю положительный момент в этом. А, то есть вот эта вся информационная история, да, и история с принятием поправок, она людей заставила открыть, по крайней мере, эту книгу. Так, к сожалению, информационная эта история, она прошла со знаком минус. И говорить о том, что все сейчас твердо представляют, что за поправки предложены, я бы вот так не взялся. Но люди стараются изучать, да, пытаются найти в интернете, пытаются еще какие-то источники получения информации найти для того, чтобы изучить поправки. И наверняка сформировать свое мнение. Надеюсь, оно будет выражено в голосовании 22 апреля. Владимир Александрович, смотрите, до голосования 22 апреля осталось, ну, чуть больше месяца, да, поправок достаточно большое количество. И голосовать надо будет, ну, как сейчас говорят, всем пакетом, да? Ну, полностью, либо да, либо нет. У меня вот есть такое подозрение, что люди просто не успеют за это время разобраться, за что им предложено голосовать. Потому что вы правильно заметили, информационная составляющая пока довольно-таки слаба. Так ли это? Ну, наверное, авторы поправок должны как раз озаботиться тем, чтобы объяснить суть предлагаемого, донести эту позицию до людей. В противном случае ведь недостаточная явка на избирательном участке говорит о том, что была проведена плохая информационная работа. Люди, как минимум, не разобрались. Я не буду говорить, что они выступают против. Наверное, те, кто выступит против, просто придут и приголшают против. Но те, кто не придут, они будут относиться скептически к этим поправкам. То есть они не будут считать их необходимыми. Поэтому, конечно, им нужно работу проводить и для тех, кто их поддерживает, и для тех, кто их не поддерживает. Объяснить, в чем суть, чтобы люди прямо и открыто свое мнение могли выразить, и это обязательно сделали. Я правильно понимаю, что есть какое-то у вас, ну там, я не знаю, видение свое, да, каким образом вот это вот все объяснение должно состояться? То есть вы говорите, там, авторы поправок должны это сделать, но авторы поправок в Москве сидят. Не в Кире, не в Кире, к сожалению. Но, тем не менее, у нас, да, есть возможность из Москвы посредством ли телевидения, радио, газеты или интернета объяснить, что они хотят. Максимально понятно, максимально просто, ничего не вытаивая. Потому что, на самом деле, только текст поправок, 67 страниц текста, еще и порой таким заковыристым языком. Поэтому просто объяснить людям, что на выходе, что они получат при принятии поправок. Может быть, что они получат при непринятии поправок. Ну, конечно же, надо. Есть ли понимание того, вообще у вас, насколько активным будет голосование 22 апреля? То есть можем ли мы какой-то прогноз давать? Вот сейчас, как вам кажется? По голосованию пока прогноз давать преждевременно, будет ли активность. Но активность сейчас лично я наблюдаю в плане как раз-таки интереса людей. А что это за поправки такие? Постоянно люди общаются, спрашивают. Причем те, от кого раньше-то этого не стоило ожидать. Те, кто раньше был безразличен, порой аполитичен. Вот сейчас как раз изучают поправки и обсуждают их активно. Как раз-таки, к сожалению, пока не имея полного представления о том, что это за поправки. Так мне кажется, как раз у людей на слуху, это последнее предложение Валентины Терешковой, вот оно горячо всколыхнуло, так сказать, обсуждение. Но вы же говорите, там 67 страниц, и там помимо, извините, президентских уроков много чего еще. И вот как раз, мне кажется, самое-то главное, чтобы люди заглянули в предыдущее, а не, собственно говоря, не в вопрос о президентстве. Все абсолютно нужны поправки объяснить, рассказать о них. У нас масса возможностей, еще раз говорю, особенно те, кто эти поправки готовил, имеют массу возможностей донести простым понятным языком до людей, что они хотели этими поправками сделать. Владимир Александрович, вот вы представляете в законодательном собрании фракцию ЛДПР, руководите фракцией ЛДПР. Вот вы именно как член партии, вот партия как ЛДПР, она будет принимать участие вот в этой пропагандистской, просветительской работе. У вас есть какие-то планы по этому поводу? Будете объяснять людям свою позицию? Объяснять, что предлагается. В поправках, да, безусловно. И у нас уже такое было. Координаторы в районах задавали вопрос, что это за поправки такие. И что, собственно говоря, говорить людям. Люди-то спрашивают. Поэтому, да, мы эту работу уже начали. Объясняем, что прописано в поправках. Еще такой вопрос. Мы пока не очень с Николаем понимаем, каким образом будет технически обставлена и обеспечена вот эта вот вся история с голосованием 22-го числа. И не понимаем вообще, за чей счет банкет, что называется. Потому что если нужна информационная кампания, в том числе на местах, ясно, что на это нужны средства. Организация самого процесса, подсчеты и прочие, работы комиссии. Вы не знаете, каким образом все это будет финансироваться. То есть это Москва нам денег даст? Насколько мне известно, деньги предусмотрены будут в федеральном бюджете. То есть будут поправки специально под это дело осуществляться. И, соответственно, деньги будут спущены в регионы. Какие объемы, я пока не знаю. И хватит ли их, нужно ли будет сфинансировать, тоже не могу сказать. Конечно, это история странная, когда у нас на все денег не хватает. Тратить на голосование всенародные, вот эти самые средства, которых мало. Это еще на отдельное голосование в легких тренингах дней. Да, спорное. Ну, наверное, нам расскажут, где те дополнительные источники доходов. Федеральное бюджетное, которые можно привести. Где лежит та самая кубышка? Угу, да. Хорошо, 22-го числа. Сами пойдете? Да, обязательно. Сами пойдете. И еще вопрос, который активно по сравнению поднимается, Владимир Александрович. Чемпионат Европы отменяют по футболу из-за коронавируса. В футбольные матчи проходят без зрителей. А что насчет такого массового мероприятия, как голосование, тем более, что на него приходят в основном люди пожилые? Отдельно этот вопрос, кстати, проговаривали при общении с координаторами. И как раз у них серьезное опасение, что 22-го апреля нужно будет всем браться за одну ручку, которая будет лежать в комнате для голосования. И это может способствовать распространению. Ну и просто там личная встреча, рукопожитие, все это. Да, безусловно, это опасение существует. Тем более рекомендации Всемирного организма здравоохранения как раз избегать массового скопления. Да, 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 да. Ну, вы знаете, отменяются спортивные соревнования. Культурные отменяются. Для того, чтобы не только 22-го, но и средний до не допустить эпидемии. Хоть у нас уже пандемия мировая, но пока не эпидемия в стране. Мы должны, конечно, избегать. Но пока непонятно, каким образом. Опять же, здесь наверняка организаторы должны позаботиться. Я вижу эту проблему тоже и согласен, что не решив ее просто так проводить голосование, но это опасно. Это опасно. Да, распространение опасной вирусной инфекции. Благодарим Владимира Костина, вице-спикера Законодательного собрания, руководителя фракции ЛДПР. Уходим на небольшой перерыв. 20 секунд и вернемся. Продолжаем наш разговор. Напомню, что вчера Кировское Законодательное собрание утвердилось, я так можно сказать, согласовало поправки, предложенные, опять же, Государственной Думой и Советом Федерации Конституции. И президентом. Ну, там предложения поступали не только от них, предлагали там много кто, но как бы утвержденные, скажем так, президента пока еще не утвержденные. Он утвердит уже после того, как Конституционный суд и Законодательное собрание регионов, представительная власть регионов свое мнение выскажет. Между прочим, две трети парламентов должны были утвердить это все. И судя по тому, как идет голосование в целом по стране, пока нет ни одного парламента, который не утвердил бы. И даже есть парламенты, которые на 100% всем составом утверждают. Я думаю, что уже прошел тот пик, когда две трети должны были. То есть большинство уже... Уже все, уже все. То есть уже все сделано. И то, о чем мы говорили с вами, Николай, перед нашей программой, да, о том, что... Так. В общем-то, я забыла, да, эту историю о том, что совершенно... Ладно, ждем звонка очередного спикера, хорошо. Я сейчас просто хотела сказать вот о чем. Почему-то вчера, ну, как бы не очень, может быть, заметна эта история была, да, но были депутаты, которые... И сенаторы, кстати говоря, да, которые категорически выступали против, а некоторые даже слагали с себя полномочия. То есть это вот история в современной нашей жизни, в нашей России. И она насколько распространена, интересно. Вот мы сейчас спросим у Сергея Мамаева, который, кстати говоря, вчера голосовал против. Сергей Павлинович. Руководитель фракции КПРФ нашей... Сергей Павлинович, добрый день. ...на нашей связи. Добрый день. Вчерашнее голосование, как бы вы его оценили в законодательном собрании? Ну, как его оценил? Я его оцениваю, так сказать, так как... Ну, мы проголосовали против. Поддержали даже те люди, которые, по сути дела, исключены из фракции. А, ну, то есть... А, да, об этом говорили, что... У вас... Вчера было у вас единство, несмотря на тот раскол, о котором писали. Говорили много вчера у вас было единство. Да, хотя мы не согласовывали с ними свое решение. Да, Сергей Павлинович, скажите, пожалуйста, почему принято было решение голосовать против, учитывая, что ваши коллеги в Москве, они, по-моему, воздержались? Ну, воздержались многие, так сказать, я смотрю сейчас по регионам, не только воздержались, но многие проголосовали против, например, в Московской городской думе, там разделились голоса фракции. Некоторые воздержались и некоторые проголосовали, так сказать, шесть человек против, шесть воздержались. Поэтому много тех нюансов, которые, в принципе, я вчера, как руководитель фракции, объяснил ту позицию, которую мы, в принципе, вчера, так сказать, отразили и почему так голосовали. И почему? А почему? Потому что сегодня те поправки из 108 поправок нашей партии, из них только, так сказать, вошли некоторые поправки, а те 15 основных, которые, в общем-то, были обсуждены всем населением страны, в том числе и населением Кировской области, через газету, специальный выпуск газеты «Правда», где 80% населения нас поддержали, а эти поправки не вошли. Такие, как, например, недра, они принадлежат по Конституции народу, но, к сожалению, народ ими не пользуется. Вот, такие поправки, как мы говорили, надо вернуть пенсионный возраст через Конституцию. Такие поправки, что надо избирать сегодня судей, чтобы они не были инквизиторами. Вот, такая поправка, как, как говорится, избирать членов Совета Федерации и так далее. А, тем не менее, сегодня те поправки, которые, в принципе, приняла Государственная Дума и Совет Федерации, они же не обсуждались широко, так сказать, среди населения Российской Федерации. И многие поправки, которые, так сказать, вошли, многие их не знают. И задают вопросы тысячи звонков и обращений, как будем голосовать. Это ведь еще один момент, который я сам не упустил, а сказал, и сейчас хочу его привести. И самый основной аргумент, это у нас сегодня действующие Конституции, есть в одном из параграфов, как говорится, Конституции, есть такой термин референдум. Вот, то есть юридическое обоснование, а референдум, он дает, как говорится, основу, а там есть порог явки. 50% населения должно поддержать поправки Конституции. А сегодня эта же поправка идет, и всенародное голосование, референдум, слово убирается. То есть придет два человека, 20 человек придет, проголосуют за, и данные поправки, так сказать, будут легитимными. Понимаете? А ведь это основной закон Российской Федерации, если взять и посмотреть, какие были Конституции. Ну, допустим, Ленинская Конституция первая, вторая Сталинская, третья Брежневская Конституции. Они консолидировали общество. Они, в общем-то, отражали социальное государство, Советский Союз. И, в принципе, как говорится, эти нормы право конституционное исполнялись, а сегодня все наоборот. Мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения. Тоже она не вошла. Да многие основные поправки, которые сегодня необходимо, как говорится, вводить в основной закон, они не вошли. Поэтому мы проголосовали против. Да, Сергей Павлиныч, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас были какие-то консультации с Москвой, с вашими, ну, как бы, федеральными, вашими руководителями вашей партии по поводу того, каким образом голосовать? Были ли, может быть, указания, какие-то рекомендации оттуда? Ну, рекомендации были, конечно, это всегда бывает. Почему? Потому что это все-таки федеральный закон и основной закон. Так, ну, я вот смотрю просто, как раз исходя из списка проголосовавших в целом по России, действительно, депутаты КПРФ голосовали по-разному, да? Ну, то есть кто-то воздерживался, кто-то голосовал против, там, ну, разные были. Я поэтому и спрашиваю, ну, обычно либо голосуют, если есть рекомендации все вместе одинаково, вот, либо рекомендаций нет. Вы говорите, что рекомендации были. Какие? Ну, какие? Какие сегодня, какое голосование вы это видите? Воздержались и против? Понятно. То есть, либо воздерживались, либо голосовать против. Вопрос такой, Сергей Павлович. Смотрите, так ли и начали, да, уже больше двух третей парламентов поддержали эти самые поправки, да? Так ли и начали, и 22 апреля, соответственно, голосование состоится. Что будет делать КП для того, чтобы свою позицию донести до народа и чтобы она отразилась на итогах голосования? Ну, у нас на следующей неделе будет пленум Центрального комитета, мы будем определяться по этому вопросу. Потому что я еще раз говорю, что население очень негативно отнеслось вот к таким действиям. И с учетом того, что происходит сегодня с экономикой на территории нашей с вами родной страны, то тоже это самое подталкивает к определенным действиям. То есть, после следующей недели, на следующей неделе станет ясно, какие шаги вы будете принимать? Ну, мы будем это самоопределять, этот вопрос, как говорится. И как мы будем вести себя, так сказать, на всенародном этом голосовании? Скорее, не на всенародном голосовании, а в процессе подготовки к нему, потому что на самом-то голосовании уже поздно будет пить Боржоми. Нет, так вот именно подготовка у нас еще есть время, если 22 числа, так сказать, объявили голосование, а у нас 20-21 будут мероприятия в Москве, именно совещания и пленум региональных руководителей. Поэтому мы там будем уже знать позицию и конкретно определимся с позицией. А время есть, там еще месяц остается, как раз до 20-го. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что законом Российской Федерации никаким не запрещено представителям той или иной политической силы, каким-то образом людей, которые к ним обращаются, или людей, которые, условно, граждане, прохожие на улицах, агитировать либо в пользу этих поправок, либо за? Конечно, не запрещено это. Никаким законом. Нет, это свободная воля и изъявление каждого. И агитация может быть любой общественной организацией или любой политической партии. Понятно. В том или ином направлении. Спасибо, поняли, да. Благодарим Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Кировской области. Фракция КПРФ накануне голосовала против поправок Конституции. Мы сейчас на очереди у нас там очередной спикер, очередной представитель очередной политической силы, пока мы его ждем. Собственно говоря, вот эта история, между прочим, с тем, а вообще можно ли будет агитировать против поправок, у меня вообще вызывает такой интерес. Почему? Она имеет полное право любой человек поступать как за, так и против, в том числе вести агитацию. Это нормальный совершенно процесс. А вот мы посмотрим, как это все будет обставлено. Как это будет все реально обставлено, это уже другой вопрос. Но если говорить с точки зрения правовой, то почему? Ты можешь высказывать свое мнение и убеждать других людей свое мнение, как за, так и против. Для этого, собственно, голосование проходит, иначе получается так, что и на голосование я не имею права на голосование. Вот то, что говорил Владимир Костин по поводу телевизора, интернета, газеты, всего остального и авторов поправок, которые через эти ресурсы должны донести свою позицию, у меня, например, скепсис вызывает. Нет, ну почему скепсис? Понятно, что они все будут пропагандировать именно голосование позитивное, потому что это государственные органы, и они, в принципе, должны поддерживать позицию государства. С другой стороны, есть у нас независимые каналы, связи, так сказать, коммуникации. Ну, если мы берем, сейчас все говорим, что мы все прямо цифровизировались дальше. Ну, не все цифровизировались. Есть тот же самый интернет, есть определенные оппозиционные издания, в том числе, вот мы сейчас говорили с Сергеем Павлинычем, там газета «Правда», например, есть, вот, которая там выходит в нужный момент огромным тиражом и вполне может высказаться против. То есть возможности выступать против есть, было бы желание, и не было бы боязни, потому что, как я понимаю, по тому списку, который наши коллеги подготовили, 65 из 4 тысяч, которые проголосовали против, конечно, это говорит о том, что определенная работа с депутатами была проведена в правильном русле. То есть их убедили? Конечно. Может, просто объяснили, Николай, может, мы просто не понимаем? А дело в том, что кто что понимает? 109 поправок, да, вот правильно? А нет, нет, сколько там? 67. Ну, в общем, там их много. Там их, короче, очень много, да, и голосовать за все оптом, да, и, понимаешь, там наверняка из них 40, которые не могут вызывать никаких сомнений, там, что надо, там, чтобы экология была прекрасной и все что угодно, да. А может быть, две какие-то, против которых ты выступаешь, ну, весь пакет этим же, ну, как ты же, что выступаешь против экологии, против защиты материнства и детства, ты что, совсем сумасшедший? Да, разумеется, что нет. Мы сейчас, насколько я понимаю, связываемся с экспертом движения «Голос» Денисом Шадрином. Денис, добрый день. Алло. Да, приветствую. Добрый день, Денис. Добрый день, Денис. Денис, вот какой у нас вопрос возник. Мы пока не очень понимаем вообще, что будет происходить 22-го числа. У нас сейчас были два представителя законодательного собрания, и до сих пор нет ясности вообще, в каком формате проходить будет это голосование. И какое значение будет иметь его результат. Будет ли оно иметь юридическую силу какую-то, потому что, вот я, например, читала мнение экспертов, что после того, как одобрят региональные парламенты, собственно говоря, эти поправки в Конституции, голосование – это фикция, просто красивая картинка. Или это не так? Ну, давайте я некоторые моменты разъясню. То есть, готовится как раз к принятию проекта закона по поправке Конституции, о совершенствовании вопросов по принятию Конституции и так далее. Соответственно, там, в этом законе, в проекте закона пока еще, отсутствует очень важная гарантия обеспечения доверия к результатам голосования. В общем, дело. В частности, вот это вот обсуждение за высказывание, высказывание против. Ну, в частности, отсутствует запрет на использование должностным лицам служебного положения, чтобы абитировать за. Это большое упущение. Как раз, если бы был референдум, это было бы запрещено. Что мы видим по поводу абитации? Нет. Вчера был закрыт и заблокирован сайт. Как раз компании? Нет. Кто выступает против? То есть, уже по тем шагам, которые я вижу, что, скорее всего, агитация за поправки будет доступна по всем телеканалам, по всем государственно аферированным средствам массовой информации, двойностным лицам. А те, кто против, ну, им будут затыкать рот. Ну, это все. То есть, вплоть до блокировки сайтов. Это то, о чем сейчас Николай мне говорил, что есть ресурсы в наше современное... Нет, это мне говорят, что есть некий свободный интернет, где каждый может высказывать свое мнение, и зачем все эти печатные издания независимые и так далее. Интернет, в к сожалению, сейчас не так свободен, как раньше. Еще одно упущение, которое есть, это, конечно, на голосование выносятся не связанные с друг другом поправки. То есть, они совершенно из разных сфер, из социалки, из управления государством, сроки президента обнуляются. Ну, то есть, это недопустимо просто, ну, в одной поправке, в одном... В одним пакетом все это проголосовать, да? ...голосовать и так далее. Вот в чем дело. Отсутствует возможность назначения наблюдателей от различных субъектов. Один субъект будет назначение наблюдателей, общественная палата. А то есть, партии не будут назначать? Нет, партии не могут назначать по... Пока проекту закона, и, скорее всего, он будет законом, они не смогут назначать наблюдателей. И только общественные палаты региональные, которые формируются, и эти же органы государственной власти будут назначать наблюдателей на участке. Вот и общественная палата пригодилась. В электоральных султанатах, где просто рисуют выборы, голоса, они проводят их и так далее. Денис, я прошу прощения, у меня просто вот сейчас уже есть просто такая насущная необходимость уйти на рекламу у нас с Николаем. Можете ли вы побыть на связи с нами еще полторы минуты, ну то есть не отключаться, и мы вернемся после перерыва к разговору? Да, конечно. Отлично, спасибо большое. Эксперт движения «Голос» Денис Шадрин у нас на связи. Я надеюсь, что Денис не отключился. Денис, добрый день. Нормально все, на связи. Я готов подвести итог того, что я говорил ранее, вот до рекламы. Я хочу сказать, что процедура, которая сейчас нарисовывается, вообще российского голосования, она обладает такими недостатками, которые не позволят выявить реальное мнение народа. Мы будем иметь массовую агитацию «за» и голоски, может быть, пикеты и небольшие митинги «против». Все. То есть если человек это не увидит в газетах, в интернете, он, скорее всего, этого не увидит. Да ладно, по телевизору, если он этого не увидит. Потому что у нас все-таки все еще большая часть тех людей, которые ходят голосовать на те или иные выборы, это люди, которые смотрят телевизор. Да, они, к сожалению, будут услышать агитацию только «за». Денис, вот еще какой вопрос. Они не услышат генеративное мнение. Денис, вот какой еще вопрос. Вот смотри, если мы говорим о референдуме, то решение референдума, оно как бы обретает силу закона, да? Да. А вот решение вот этого голосования всеобщего, оно какую юридическую силу будет иметь в соответствии с теми поправками, с теми законопроектом, о котором ты говорил? Или это просто рекомендательное какое-то? Да, это справочная, это ставка, что вот мнение народа такое. Ага, то есть мы тут все сейчас подпишем, да, а народ заодно нас еще и поддержал. Да, самое интересное, что даже если народ проголосует против, то Конституция-то в том виде, в котором она есть, вот с этими поправками, она все равно будет вступить в силу. Почему? В общем дело. А потому что парламент принят уже все, и президент обязан будет это все подписать. Все парламенты поддержали региональное. Все за. Все за. Наши федеральные власти подписали. Конституционный суд еще должен свое заключение сделать. После чего Владимир Владимирович подпишет, и она вступит в силу. Так, подождите, а протестовать это каким-то образом можно будет или никак вообще? Тогда, Денис, вопрос в чем? А смысл в голосовании, в агитации за или против, все равно это вступит в силу? Смысл это, может быть, делать нас соучастниками того, что у нас будет по-жизнему президент. Вот и все. Я немножко не об этом спросил. Я говорю, и ты, Анна, говорите, что нет возможности голосовать против. А смысл голосовать за или против, решение все равно будет принято. Ну, то есть вообще зачем это? Вообще зачем тогда? Делать нас соучастниками. Делать нас соучастниками. И того государственного переворота, который у нас планируется. Вот и все. Ага, то есть вот так оценивается, да, некоторыми экспертами, то, что происходит. Конкретно Денису. Да, и конкретно Денису. Денис, у меня еще вот какой вопрос. Мы все-таки про наблюдателей от общественной палаты поговорили о том, что от партии наблюдателей пока, по крайней мере, там, да, не предполагаются. А независимые наблюдатели, таким же образом, вот как на обычных выборах, они смогут работать на участках или нет? Смогут ли там работать журналисты? Смогут ли там работать наблюдатели, например, от, ну, каких-то общественных организаций, в том числе зарубежных, например? Значит, вообще-то это голосование. Соответственно, международные наблюдатели здесь, скажем, ни при чем. Ага. Вот. Соответственно, для общественных организаций есть место, если они обращаются в общественную палату региона. Будут наблюдатели только от общественных палат. Все. А журналисты? Журналисты, если пойдут аккредитацию в Центральной избирательной комиссии, там, в региональных избирательных комиссиях, вот тогда... Только аккредитованное, да? Да. То есть, постоянное присутствие на избирательном участке, чтобы консервировать все процедуры голосования. Вот так. У нас один субъект, который он будет направлять наблюдателей на участки, это будет общественная палата региона. А уж кого она выберет и отправит, это дело каждой конкретной общественной палаты. Есть, конечно, слухи о том, что общественная палата регионам дано задание, чтобы они, ну, как можно больше людей привлекали для наблюдения. Там, различных общественных организаций никому не отказывали. Но, ну, посмотрим, как это будет работать. Как это будет работать на практике. Благодарим Дениса Шадрина. Да, Денис, спасибо большое. Да, эксперт Движение Голос с нами был на связи. Еще сейчас попробуем все-таки связаться с представителями законодательного собрания. Вот, пожалуйста, Николай. А что? Вы мне говорите, есть источники, через которые люди с позиции против могут донести ее. Я как раз человек, который к интернету никогда доверия не испытывал. Но меня все убеждают в том, что это такая могучая сила, которая может консолидировать общество или что-то еще. И которая прекрасным образом, между прочим, закрывается на замочек и на ключик. Нам Денис вот, в пример, привел. Вот я о чем говорю. Он, кстати, закрывался на ключик раньше очень неплохо. Вот, потому что я с этим сталкивался. Я-то как раз немножко тут в этом плане иронизирую. Но тем более, Анна, если речь идет о том, что вот это вот, итоги этого голосования никакой юридической силы иметь не будут. Есть ли смысл ломать копья вообще? Да, есть ли смысл ломать копья, да. То есть, есть ли смысл приходить и высказывать свою позицию за, либо против. А вы пойдете? Я, честно говоря, еще не определился. Я еще пока не очень понял, что хотят это голосование массовости или поддержки. Вот когда я пойму, чего больше хотят, я поступлю наоборот. Я, между прочим, видел уже достаточно большое количество комментариев в интернете. И люди говорят, что эта история, это выборы Владимира Путина, и голосование за или против покажет, насколько у нас люди доверяют президенту, которого нам предлагают обнулить. Федор Сураев у нас на связи, руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном законодательном собрании. Федор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Федор, скажите, пожалуйста. Ну, то есть мы уже, собственно, там озвучили, да, что все фракции, кроме КПРФ, нашего ЗАГС собрания накануне проголосовали в поддержку этих поправок в Конституцию. И сейчас в процессе эфира мы с Николаем вообще не очень понимаем, то голосование 22-го числа, которое объявлено 22-го апреля, да, предварительно, оно вообще зачем? Учитывая, что у нас парламент и пока ни один не отказался поддержать, да, сегодня последние четыре, насколько я понимаю, проголосуют, вот, но в любом случае две трети парламентов уже поддержали. У нас поддержала Государственная Дума, у нас поддержал Совет Федерации эти поправки. Эксперты говорят, что юридическая сила голосования 22-го числа не имеет. Есть в нем смысл вообще, на ваш взгляд? Я думаю, все-таки есть. Ну, важно мнение, узнать мнение не только депутатов, там, выборных, а и конкретных людей, всех жителей России. А если жители России, которые придут в ограниченном количестве, потому что я подозреваю, не все жители России придут на это голосование, особенно учитывая, что нет порога явки, скажут нет? Ну, я не знаю процедурно, как там это будет происходить, но не знаю. Ну, судя по тому, что вот нам сейчас объясняли, как бы, эксперты, это никак не повлияет на изменения в Конституции, они так, как они будут приняты уже в соответствии с действующим законом. Но это, как бы, не самое главное. То есть это срез мнений просто получается? Да, да. Федор, у меня вопрос все-таки такой, я уже задавал его Владимиру Костину, сейчас спрошу еще у вас. Дело в том, что сейчас, на самом деле, ситуация очень сложная в плане, скажем, пандемии, которую объявила Организация здравоохранения. Коронавирус. Коронавирусный, да. И как раз рекомендации всем странам не допускать никаких массовых мероприятий, отменяют чемпионат Европы, там, по футболу, отменяют чемпионаты мира, собираются принесить Олимпиаду. Все концерты массовые и прочее все отменяют, и вдруг мы здесь 22 апреля, в самый разгар этой самой пандемии, объявляем массовый сбор населения. Как вы эту проблему оцениваете? Ну, наверное, есть какие-то риски там распространения, но я так полагаю, что у нас не так много еще случаев в России выявленных именно больных коронавирусом, поэтому я пока не вижу проблемы в этом. То есть у нас мало, если мы всех вместе соберем их, наверняка станет больше. Мы их изолируем. Нет, подождите, они же изолированные сидят, те, которые выявлены. Они все в карантине или в больницах. Они не пойдут на избирательную часть. То есть вы не считаете, что это большая проблема, да, Федор? Да, я не считаю, что это большая проблема. Федор, еще такой вопрос. Вот мы с Николаем сейчас пытаемся понять. Люди, которые не имели возможности погрузиться в текст новой Конституции, в текст тех поправок, которые предлагаются, они до 22 апреля какую возможность получат? То есть будет ли какая-то работа проводиться информационной и должна ли она проводиться, как вам кажется? Я считаю, что работа проводиться должна. Возможность для этого есть очень большая. Потому что есть бюджеты, предусмотренные на ЗАГС собрания, у правительства, у Городумы. Я считаю, что эти бюджеты можно направить как раз на предоставление информации. То есть это могут быть печатные, интернет и телевидение. То есть все средства для того, чтобы оповестить людей о том, какие изменения предстоят, они имеются. Но как это будет проводиться, мы увидим. Пока этого ничего нет, в таком полузакрытом виде все проходит. Федор, а нет ли у вас опасений, что то информирование, та информационная компания, которая пойдет за бюджетный счет, она будет направлена в поддержку поправок? То есть это будет пропаганда, а не информирование. Вы не боитесь? Есть такая вероятность. Я считаю, нужно объективно предоставить информацию, то есть конкретно, вот какие подставки, и что будет издуменовка, институция, а не так, что там какая-то пропаганда. А «Справедливая Россия» со своей стороны готова что-то делать? Ну вот если, собственно, будет такая возможность. «Справедливая Россия» не знаю. Я буду сейчас со своими избирателями развивать. Вы будете со своими избирателями встречаться и разговаривать. Благодарим Федора Сураева, руководителя фракции «Справедливая Россия» в областном законодательном собрании. Мы с Николаем на этом дневной разворот завершаем, и через 20 минут вернемся в программе «Культпоход».